Это армия невероятных машин. Буровая установка, которая бурит километровые скважины под водой, корабль, который укладывает трубопровод на океанском дне, и огромная платформа для переработки газа, выстроенная для работы в штормовых условиях Мексиканского залива. Все они часть дерзкого плана создания системы скважин для добычи природного газа и трубопроводов на самой большой глубине в истории. Два километра 700 метров вниз. А сезон ураганов все ближе. Для этой группы мегамашин это горячее время. Мексиканский залив. Глубоко под этими водами кроется одно из самых богатых месторождений природного газа в мире. И теперь в жизнь притворяется дерзкий план по добыче этой энергии из-под земли. Это проект Индепенденс. Цель бурения скважины и прокладка трубопровода, который доставит природный газ к центральной перерабатывающей платформе и далее на берег, где он будет продаваться. Сети трубопроводов, переправляющие природный газ, существуют уже давно. Но ни разу их не прокладывали под водой на такой глубине. Многие годы тысячи подводных скважин действуют в неглубоких водах Мексиканского залива. Они поставляют 20% природного газа для кухонь и обогрева домов США. Но спрос продолжает расти, а скважины залива уже работают на полную мощность. Энергетические компании давно знают, что в глубинах залива хранятся запасы газа. Но технологии, которые бы позволили вести бурение вне континентального шельфа на глубине 2700 метров, не существовало до сих пор. Это самое дерзкое на сегодняшний день предприятие в гонке по добыче большего объема энергии из морских глубин. Группа «Мегамашин» работает на пределе несколько месяцев, выстраивая глубоководную сеть газопровода. Перед ней стоит 5 основных задач. Необходимо прорубить 15 скважин через более чем 3 километра воды и 4 километра морского дна на газовом месторождении площадью в 46 квадратных километров. Проложить трубопровод, соединяющий каждую скважину с центральной перерабатывающей платформой. Установить вдоль него кабели, чтобы инженеры на платформе могли контролировать поток газа из каждой скважины. Вбить массивные сваи, чтобы заякорить центральную платформу на океанском дне. И, наконец, установить их. Перерабатывающая платформа строится здесь, в Инглсайде, штат Техас. Установленная в открытом океане, она станет центром сети, где будет очищаться природный газ и откуда он будет посылаться на берег. Но вначале газопроводную сеть нужно построить. На сцене появляются мегамашины. Дип-вотер-миллениум берется за первую задачу бурения скважин. Затем Лор-Элея построит сеть трубопровода, соединяющую скважины с центральной платформой. Тойса Персей проложит кабели вдоль него. И только одно судно способно справиться со следующим заданием строительством гигантского трубопровода, ведущего к берегу. Соли-Тейл. Установка огромных свай – работа для Болдера. В это время другая группа мегамашин строит массивную газоперерабатывающую платформу. Ее площадь равна площади городского квартала. Для того, чтобы перевести ее на место работы над газовыми месторождениями в заливе, ее нужно прикрепить к этому огромному корпусу с четырьмя опорами, которые движутся к заливу на удивительном корабле «Майти Сервант». Гигантская платформа – одна из самых тяжелых когда-либо поднимаемых вещей. Это работа для похожего на кран подъемника тяжести. Чтобы установить и запустить газопроводную сеть, каждая из этих машин должна идеально исполнить свою задачу. Но мать природа может разрушить даже самые совершенные планы. Мексиканский залив печально знаменит своими мощными штормами, а лето – пик сезона ураганов. В 2005 году семь крупных штормов побили рекорд худшего и самого разрушительного сезона на памяти людей. Этот год может оказаться еще хуже. Первая задача – поднять газ из скважины. Несколько месяцев назад Дипоттер «Миллениум» пробурил необходимые скважины. Бурильная труба опустилась на 2700 метров до морского дна и углубилась в землю. Затем ей пришлось просверлить еще 5 километров, чтобы достигнуть газового кармана. 8 километров под поверхностью воды – это просто невероятно. Теперь Дипоттер «Миллениум» должен ответить на вопрос стоимостью в 2 миллиарда долларов. Сможет ли по этим скважинам подняться достаточно газа, чтобы окупить их бурение? Чтобы проверить поток газа, с корабля должны осторожно спустить на дно скважины эту колонну клапанов и датчиков. «Миллениум» идеально подходит для этой работы. Это буровое судно. 221 метр в длину. Оно тянется длиннее, чем два футбольных поля. Огромная башня на ее палубе «Дарик-кран» поднимет эту колонну и опустит воду сквозь отверстие посреди корабля. Колонна опустится в скважину по этой трубе почти 3 километра стали, которая тянется с поверхности до самого верха скважины. Как только пробное оборудование установлено в скважине, инженеры на корабле смогут определить, насколько свободно течет природный газ. Рабочие «Миллениума» готовятся опустить проверочную колонну в трубу скважины. Это очень тонкая работа. Если колонна обо что-то ударится, это может повредить важные запоры, которые не выпускают газ наружу и не впускают воду внутрь. Экипаж подводит колонну к вершине скважинной трубы и начинает спуск. Но неожиданно она перестает опускаться. Застрявшая колонна может означать дорогостоящие простойки. Если мы будем менять эту сборку, уйдет, возможно, 10-12 часов. Экипаж изучает колонну, чтобы выяснить, что пошло не так. Она не хочет двигаться. Они стараются осторожно ее покачать. И, наконец, она становится на место. Проверочному оборудованию требуется два дня, чтобы добраться до требуемого места. Два дня до того, как рабочие смогут получить ответ на важнейший вопрос, будет ли работать скважина, пробуренная, на самый большой на сегодняшний день глубине. Глубоководный «Миллениум» стоит над газовой скважиной в Мексиканском заливе. После нескольких неудач и задержек, экипаж получает знак, которого все так ждали. Проверочное оборудование достигло скважины на глубине 2700 метров. Пришло время узнать, сможет ли эта скважина работать для глубоководного проекта «Индепенденц». Одним прикосновением к компьютеру инженера открывают клапаны внутри скважины, и газ начинает поступать. Экипаж внимательно наблюдает за каждым сенсором и клапаном. Проверка проходит успешно. Газ из скважины поступает свободно. В конце дня все дело упирается в то, чтобы все было сделано как надо. Если для этого и для того, чтобы все было в порядке, требуется поработать еще немного больше, то это самое главное и будет сделано. «Миллениум» успешно пробурил и запустил 15 скважин. Теперь проект «Индепенденц» входит во вторую стадию. Необходимость проложить газопровод, который будет соединять каждую скважину с перерабатывающей платформой. Для этого обширную сеть труб выкладывают прямо на дно. Теперь за работу принимается следующая мега-машина. Лореллея – профессионал в прокладке трубопроводов. 180 метров в длину. Он больше, чем памятник Вашингтону. Массивное оборудование для производства труб занимает почти две трети ее корпуса от кормы. «Стингер-сходни» для спуска трубопровода. 61 метр в длину опускает трубопровод на морское дно. Создание сети трубопровода все равно, что прокладка канализационной системы в городе, но почти в трех километрах под поверхностью океана. Основная сложность для Лореллеи заключается в том, чтобы проложить трубопровод на заранее подготовленные места. Отклонение даже в несколько сантиметров создаст огромный запутанный клубок стали. Ветер, течение и беспрецедентные глубины делают эту задачу еще более сложной. У Лореллеи всего несколько месяцев, чтобы завершить строительство трубопровода до того, как будет доставлена газоперерабатывающая платформа. А ведь лето – самое время для ураганов. Под палубами корабля огромный трюм, где хранятся почти 10 тысяч килограммов стальных труб. Трубы нельзя сваривать на дне океана, поэтому это происходит здесь при помощи высокотехнологичного сборочного процесса сварочной линии, на которой газопроводные трубы свариваются у траншеи для спуска их секциями на дно. Огромные подъемники поднимают 12-метровые секции из трюма и укладывают их на сварочную линию. Трубы, которые вы видите, образуют единый трубопровод 72 километров в длину. Семь сварочных станций работают одновременно, на каждой из них к сварочному шву прибавляется новый слой, в результате чего соединения получаются исключительно прочными. Так что каждый сварочный шов внимательно изучают, прежде чем трубопровод спустится с кормы Лор-Элеи в стингер, откуда он направляется на морское дно. Удивительно, но даже стальная труба со стенками толщиной более 2 сантиметров гнется, как поливочный шланг под собственным весом. 3600 метров труб опускается с корабля до морского дна, как гигантская дуга. Лор-Элея будет работать 24 часа в сутки, чтобы выкладывать каждый день до 4 километров трубопровода, что делает его одним из самых быстрых трубопрокладных судов в мире. Скважины готовы, трубопровод строится, и наступает время для третьей стадии проекта Инденпенденс. Прокладки кабелей, которые будут контролировать поток газа из каждой скважины. Это задача для Тойса Персея, одного из немногих судов, которые способны установить кабели на подводной глубине. На его огромных катушках могут храниться километры толстых кабелей. Его кормовая палуба больше, чем 3 баскетбольных площадки. Это не случайно. Именно здесь хранятся гигантские кабельные соединители. Экипаж помещает соединитель рядом с каждой скважиной, и затем протягивает кабель вдоль трубопровода, по всей его длине, до перерабатывающего центра. Эти кабели – неотъемлемая часть сети трубопровода. Открывая и закрывая клапаны скважин с помощью электричества и гидравлической силы, они дадут инженерам перерабатывающей платформы возможность контролировать поток газа из скважины, которые находятся на расстоянии в 72 километра от них. Первый шаг – осторожно спустить кабель из трюма. Под палубой на этой массивной катушке – самый длинный контрольный кабель проекта. 21 километр в длину и весом около 1100 тонн. Примерно столько же весят 700 автомобилей. Конец кабеля заправлен в изогнутый направитель, чтобы хрупкие внутренние элементы не перепутались. Это сложный процесс, для которого требуется подвесить кабель между двумя кранами. Когда кабель, наконец, закреплен, его опускают на палубу. Экипаж прикрепляет стыковочный штырь к его концу. Теперь они должны закрепить штырь к соединителю, который уже установлен на морском дне. Это как воткнуть штепсель в розетку. Правда, провод в длину почти 3 километра. Два огромных натяжных устройства сжимаются на кабеле. Их мощные зажимы держат весь вес кабеля, когда он опускается вниз. Метким выстрелом через отверстие в середине корабля на 2700 метров вниз. Здесь начинается самое сложное. Нужно воткнуть штырь в розетку размером с ковш. Как только кабель оказывается в воде, вернуть его назад нельзя. После четырехчасового путешествия наступает момент истины. Кабель опущен на дно, в трех метрах от соединителя. Аппараты дистанционного управления, подводные глаза и руки инженеров. Их спускают с корабля в начале каждой подводной операции. Без них инженеры не смогли бы подсоединить контрольный кабель. Экипаж направляет Тойса Персей из стороны в сторону, и штепсель глубоко внизу раскачивается, пододвигаясь ближе к металлической конструкции. Если они столкнутся и повредят штепсель, этот кабель стоимостью во много миллионов долларов окажется ничем иным, как мусором на дне моря. Для экипажа Тойса Персей это напряженный момент. Успех всего проекта зависит от того, смогут ли они установить контрольные кабели вдоль подводной сети. Но у них возникли сложности при стыковке одного из контрольных кабелей с соединителем. Вставить стыковочный штырь на конце кабеля в маленькую розетку соединителя очень непросто. Это то же, что идеально забросить мяч в корзину с самолета, который летит на высоте почти 3 километра. Ветер и течение постоянно сносят Персей с занятого положения. В столь глубоких водах корабли не могут встать на якорь. Для Персей и всей команды мегамашин единственная методика, которая дает им столь важную способность оставаться точно над целью — динамическое позиционирование. Компьютеры замеряют каждый фактор, влияющий на положение корабля, и контролируют двигатели, чтобы корабль зависит на уровень корабля. Он зависал над одной точкой, двигался вперед и назад или даже из стороны в сторону. Все надежды экипажа на мостике Персея — на дистанционно управляемый аппарат, который должен направить стыковочный штырь к цели. Они рядом. Дистанционное управление подталкивает стыковочный штырь к нужной позиции. И вот он на месте, но что-то не так. Штырь не входит в паз. Он сошел с требуемого положения, и дистанционное управление никак не может вернуть его обратно. Без идеального стыка этот кабель будет бесполезен. Рабочие применяют умную стратегию. Они прокладывают новый курс для корабля, и Персей, вращаясь, крутит трос. Стыковочный штырь вращается вокруг своей оси. План срабатывает. Штырь, наконец, входит в паз. Теперь, когда самая сложная часть задачи выполнена, Персей может прокладывать километры кабеля, который будет контролировать поток газа из скважины. Мегамашины выполнили три из пяти основных частей проекта «Индепенденс». Они проверили 15 скважин, проложили 338 километров труб, чтобы доставить газ к перерабатывающей платформе, и установили контрольные кабели по всей сети. Остается одна важная стадия – строительство гигантского трубопровода, который доставит газ на берег. Почти 20 тысяч трупов и месяцы работы потребуются для того, чтобы собрать 217-километровый трубопровод проекта «Индепенденс». И только один корабль в мире способен сделать это. «Олсис Солитейр». Он должен проложить трубопровод до того, как перерабатывающий центр будет готов закачивать газ. Лишь совсем немного кораблей в мире смогли бы взяться за это дело, но «Солитейр» – не просто обычный корабль. Это крупнейшее трубоукладочное судно на Земле. Его длина – 365 метров, так что Эйфелева башня могла бы с легкостью лечь на ее палубу. По всей протяженности корабля идет сварочно-сборочный конвейер, а над кормой высится огромный стингер, который направляет трубы с корабля до морского дна. Как и «Лорелея», еще одно трубоукладочное судно, задействованное в проекте «Солитейр», строит трубопровод непрерывно, сваривая трубы в своем корпусе. На дно опускается уже готовый газопровод. Но в отличие от «Лорелея», он делает это на гораздо большем уровне. В шести огромных трюмах «Солитейра» хранятся более 21 тонн труб. Это больше, чем вес 120 авиалайнеров-гигантов. Но даже такого количества труб надолго не хватает. «Солитейр» может прокладывать в день 6 километров трубопровода. Огромные баржи постоянно подвозят к нему новые трубы, чтобы этот мега-трубоукладчик действовал без остановки. И здесь в действие вступают корабельные краны. Они специально предназначены для быстрой работы. У большинства кранов одна длинная стрела, а у этих громадин их две, что придает им удивительную точность и скорость. Чтобы завершить проект в срок, «Солитейр» должен строить и прокладывать газопровод очень быстро. Все это происходит здесь, на сварочной линии, где экипаж корабля превращает отдельные трубы в один цельный трубопровод длиною в 217 километров. Здесь свариваются 12-метровые 6-тонные трубы. Это секретное оружие «Солитейра». Чтобы закончить трубопровод, потребуется более 21 тысячи сварок. Когда каждая станция завершает работу, звенит звонок и кажется, что труба выдвигается из кормы корабля и опускается в море. Но на самом деле происходит не так. Километры трубы на морском дне напрямую соединены с кораблем, как громадный якорь. Огромные натяжные механизмы сжимают трубу, чтобы удержать ее или отпустить. Когда кажется, что труба идет через сварочную линию, а затем в море, на самом деле этот корабль продвигается вперед на новом трубопроводе, который растет в его корпусе. «Солитейр» работает круглые сутки, чтобы завершить трубопровод в срок. Это самая большая глубина, на которую он прокладывал трубы. Но главная сложность еще впереди. Нужно установить массивный тройник-соединитель, с помощью которого можно будет соединять будущие трубопроводы с трубопроводом «Индепенденц». Приваривать этот большой, похожий на кран тройник к трубопроводу не должно быть сложно. Трудность заключается в том, чтобы пропустить эту громоздкую конструкцию через конвейер, предназначенный для труб. У экипажа есть рискованный план. В 217 километрах от побережья Техаса работа входит в завершающую стадию. Центр проекта «Индепенденц» почти готов. Эта гигантская плавучая платформа будет перерабатывать весь газ, выступающий из 15 скважин, и посылать его на 217 километров к берегу по трубопроводу «Индепенденц». Скоро эта мега-конструкция будет отбуксирована на газовое месторождение, но сперва нужно ее достроить. Центральная часть состоит из двух половин. Верхней, перерабатывающей платформы, и нижней, корпуса, который позволяет центральной части держаться на плаву. Массивная платформа будет обрабатывать 28 миллионов кубических метров природного газа каждый день. Достаточно, чтобы обеспечить газом и теплом кухни и дома 5 миллионов американских семей. Когда она будет завершена, то станет сердцем крупнейшего газоперерабатывающего проекта в Мексиканском заливе и самой глубоко заякоренной платформой в мире. Но сперва рабочим нужно соединить верхнюю и нижнюю часть. К берегу подходит еще одна мега-машина «Майти Сервант». На ней массивный плавучий корпус сооружения с четырьмя опорами, на которые ляжет платформа. «Майти Сервант» доставил корпус из Сингапура, где он был собран. Это было удивительное путешествие длиною в 16 тысяч километров. Теперь ему нужно разгрузиться, и происходит это очень необычным способом. Огромные балластные цистерны внутри судна медленно заполнятся водой, и корабль окажется на два яруса ниже под водой. Затем буксиры высвободят корпус. Это простое, но опасное дело. И корабль, и груз с легкостью могут потерять устойчивость. А огромные вышки корпуса могут поймать ветер, как паруса. При сильном ветре корпус может раскачиваться, круша все на своем пути. Условия должны быть идеальны, но сегодня у матери природы другие планы. В Мексиканском заливе Солитейр готов взяться за важнейшую часть проекта Индепенденс. Судно уже проложило многие километры трубопровода Индепенденс, которые должен доставлять обработанный газ на берег. Теперь ему необходимо подключить массивный тройник, чтобы к трубопроводу можно было подключить новые ответвления. Сперва экипаж должен приварить тройник к трубопроводу, но здесь возникает проблема. Соединение между трубопроводом и тройником должно быть выровнено идеально, но инструмент, которым выравнивали соединение, застрял в тройнике, застопорив весь проект. Пока все остальные рабочие этой огромной фабрики ждут, инженеры прилагают все старания, чтобы высвободить выравнивающий инструмент. Цепная талия рабочие исправляются с задачей. Солитейр снова в деле, и тройник проходит по сварочной линии. И вот теперь операция становится опасной. Когда трубопровод выходит из корпуса Солитейра, его вес приходится на три мощных зажима, натяжных механизмов. Они сдерживают огромную тяжесть почти трех километров трубопровода, который висит между кораблем и морским дном. Но для того, чтобы прошел гигантский тройник, зажимы нужно открывать по очереди. И весь вес трубопровода 590 тонн будет перенесен только на два зажима. Если хоть один из них не выдержит, десятки метров труб оторвутся от корабля и рухнут на дно. Солитейр начинает проводить тройник через сварочную линию. Открывается первый из трех зажимов. Все взгляды прикованы к движущемуся переходнику. Два других зажима дрожат от нагрузки, но держатся. еще дважды открываются зажимы и вся нагрузка падает на два других. Наконец, тройник минует их и продолжает опускаться на морское дно. Это серьезный успех для Солитейра, который на шаг приближает его к завершению трубопровода в срок. А на побережье Техасы рабочие должны соединить огромную газоперерабатывающую платформу и корпус, на котором она будет держаться. Но сперва нужно снять корпус с корабля Mighty Servant 3. Этот корабль, способный перевозить мегагрузы, разгружается затоплением. Груз остается плавать на поверхности. Из-за сильного ветра, который дует последние несколько часов, корпус передвигать слишком опасно. Наконец, ветер утихает. Теперь начинается сложная операция по затоплению Mighty Servant 3. Массивные вышки, как огромные паруса, каждый раз, когда дует ветер, громадное сооружение натягивает причальные концы с силой в несколько тонн. На мостике капитан Mighty Servant внимательно наблюдает за затоплением балластных цистерн. В следующие 10 часов его корабль будет медленно тонуть в гавани. Наконец, после кругосветного путешествия с Сингапура корпус на плаву. Приходит время для невероятнейшего подъема. Газоперерабатывающая платформа равна по площади городскому кварталу и весит свыше 8000 тонн. Рабочие должны поднять ее в воздух на 60 метров и опустить точно на опорные колонны корпуса. Это все равно, что поднимать 150-метровый боевой корабль. С этой работой способна справиться лишь одна машина. Это устройство для подъема тяжести или УПТ. Это одно из крупнейших подобных устройств в мире. Сперва необходимо передвинуть верхнюю часть по трилевочному пути на эту баржу. для этого потребуются две огромные лебедки и немного смазки. Эти люди в белых халатах носят смазку на поверхность трилевочного пути с тефлоновым покрытием. Мы называем ее тыквенным воском. Она цветом похожа на тыкву. Но она липкая и моя жена говорит, что каждый раз, когда я прохожу мимо этой смазки, она приклеивается ко мне. лебедки вращаются и семиэтажная платформа начинает двигаться. У края воды процесс становится сложнее. Вода в балластных цистернах баржа должна быть тщательно подготовлена к тому, чтобы принять такой вес. через восемь часов платформа наконец оказывается на барже. Буксиры тянут платформу на место под УПТ и рабочие прикрепляют огромные АО-образные опоры, чтобы поднять их. Но снова начинается сильный ветер. В таких условиях установить корпус под платформой будет почти невозможно. При установке мы имеем право на отклонение всего в 7 с небольшим сантиметров, так что корпус должен находиться в идеальной позиции. мегамашины работа приходится приостановить, но это не будет помехой для еще одной мегамашины. В заливе ведется подготовка к установке центральной части. Для того, чтобы удерживать на месте эту огромную платформу в штормовых водах Мексиканского залива потребуются сверхмощные якоря и особый корабль, который их установит. Познакомьтесь с Болдером. Колонны его, похожего на понтон корпуса, делают корабль невероятно устойчивым, что исключительно важно для подъема огромных якорей, которые закрепят центральную часть на морском дне. Из-за своей огромной открытой палубы он больше похож на платформу, чем на корабль. если Болдер плохо установит якоря, то платформа Индепенденс может оторваться и уплыть. Именно это произошло с этой платформой. Сандер Хорс была крупнейшей платформой в Мексиканском заливе, пока ураган Деннис не сорвал ее с якорей. Чтобы этого не произошло с центральной перерабатывающей частью проекта Индепенденс инженеры устанавливают 12 постоянных якорей, так называемых всасывающих свай. 4-километровый кабель соединит каждую сваю с плавучей центральной частью проекта. Главная задача для Болдера установить каждую сваю точно в нужное место и на нужный уровень на глубине почти 3-километра. Если все получится, то это будут сваи, установленные на самой большой глубине из всех. Для того, чтобы переместить их, Болдеру понадобятся его краны. Одни из самых мощных плавучих кранов в мире. Вместе они могут поднять 63 тонны. Но дело не только в грубой силе. Здесь не менее важна точность. Семь двигателей Болдера помогают удерживать корабль точно над целью. А это главная задача, особенно когда вы устанавливаете настолько большие сваи. Каждая из них весит более 180 тонн. Каждая 26 метров в длину и 5 метров в диаметре. Для того, чтобы закрепить их, требуется идеально скоординированная работа кранов, двигателей лебедок, дистанционного управления и рабочих на палубе. Баржи доставляют сваи на корабль. Краны поднимают их на борт и укладывают очень осторожно. Рабочие прикрепляют канаты и цепи для подъема. Он ищет микроскопические трещины на поверхности оснастки, которые могут вырасти до критических размеров, когда начнутся перегрузки при подъеме. Если это произойдет, оснастка может переломиться и у нас будет настоящая катастрофа. болдер Два крана поднимают сваю, чтобы поставить ее вертикально. Все проходит идеально и свая опускается за борт болдера. На мостике рабочие следят за каждым движением. Если болдер не будет стоять ровно или начнет качаться, огромная свая может превратиться в ядро для сноса домов, который вломится в палубу или пробьет дыру в корабле. Когда за одним из бортов корабля висит такая тяжесть, можно подумать, что он перевернется. Но на мостике рабочие контролируют балластные цистерны в корпусе болдера, чтобы уравнять вес. Сваи опускаются в море. Затем в облаке выходящего воздуха она начинает свой четырехчасовой и трехкилометровый путь в глубины. Огромный якорь нужно установить впритык к бую, установленному на дне океана и установить подверным углом. Ветер здесь не помеха, но есть течение и двигатели болдера работают изо всех сил, чтобы корабль оставался неподвижным. Если свая установлена неверно, сильнейшее напряжение, которое оказывает на нее четырехкилометровые швартов, может разорвать ее пополам. Свая зависает всего в нескольких сантиметрах от дна. Теперь рабочие должны сделать нечто поистине невероятное. Это как стоять на вершине небоскреба и пытаться поставить гвоздь, который подвешен на веревке в определенное место на тротуаре. Дистанционное управление это глаза инженеров проекта, позволяя им сдвинуть массивную сваю ближе к цели. Экипажу надо установить их прямо сейчас, если хотят закончить работу до того, как прибудет перерабатывающая платформа Индепенденс. Холдер осторожно подходит ближе к цели. Судно готово установить одну из 12 свай, которые заякорят платформу в центре газового месторождения. Они спускают ее и 180-тонная свая вонзается в дно. Есть у кого-нибудь черновые данные? Вес сваи заставляет ее углубиться в землю на целых 13 метров. Она на верном месте, но правильно ли она установлена? Ориентирована на очень хорошо. Наверное, это самое лучшее из всех, что мы сделали. Дистанционное управление переходит ко второй стадии работы. Закрывает клапаны, которые запечатывают концы сваи, а затем присоединяет к ней мощный насос. Когда насос отсасывает воду из сваи, она погружается еще глубже в дно. Миссия завершена. Но у экипажа Болдера нет времени для празднования. Рабочие будут работать круглые сутки, чтобы установить оставшиеся три сваи, прежде чем прибудет платформа. Строительство проекта Independence почти закончено. 15 скважин, 350 километров трубопровода, 190 километров контрольных кабелей и 12 свай почти готовы к прибытию платформы. В Техасе начинается финальный отсчет до большого подъема. Последняя сложность, с которой придется столкнуться инженером этого проекта. Нужно поднять почти 8000 тонн перерабатывающей платформы на 4 опоры громадного плавучего корпуса. Это работа для одного из самых больших подъемников в мире устройства для подъема тяжести или УПТ. Но никогда прежде им не пытались поднимать столь большие грузы. В диспетчерской инженеры неотрывно следят за настройками УПТ, готовясь к подъему. Громадные стрелы крана 150 метров в длину. 37 километров троса весом 800 тонн пробегают через моторы и лебедки. Сенсоры на стрелах и тросе обеспечивают инженеров постоянной информацией. На платформе и барже экипаж проводит последнюю проверку. Затем почти все рабочие уходят на безопасное расстояние. Если оборвется трос, гигантская платформа рухнет на землю. Моторы лифта начинают вращаться. тросы принимают на себя громадный вес. Затем оглушительный грохот привлекает всеобщее внимание. Арматура А-образной опоры изогнулась под тяжестью, но подъем продолжается. Когда УБТ поднимает весь вес платформы, трос напрягается. Затем одна сторона платформы провисает. В контрольном центре перепроверяется каждый датчик. Моторы и лебедки вращаются и платформа весом в 8000 тонн свободно висит в воздухе. Но самое сложное еще впереди. Нужно установить подвешенную платформу на 4 опоры плывучего корпуса. Прежде всего платформу надо поднять еще выше, чтобы дать место корпусу. Затем 4 буксира совместно поворачивают корпус и ставят его на место. Установочный штырь на его верху будет служить ориентиром. Корпус нужно установить так, чтобы штырь точно попал в направляющую деталь 61 сантиметра в диаметре. Теперь глава рабочей группы должен вдеть нитку в иголку и совместить платформу с корпусом. Толстые стальные швартовочные тросы соединяют корпус с берегом. Они будут контролировать положение корпуса под платформой. Глава группы постоянно связывается с наблюдателями на опорах. Он направляет гигантскую платформу вниз. Погрешность может составить лишь 8 сантиметров, поэтому попадание должно быть идеальным. Но настройка сбивается. Совсем небольшое отклонение. Если они продолжат, стыковочный штырь ударится о стенку деталей и платформа не попадет на стыки. Глава группы просит подрегулировать швартовочные тросы. Платформа еще больше замедляется. Одна сторона соприкасается с корпусом, но возникает проблема. Три других угла не совпадают. Кажется, трос перекрутился. Мы опустим северную стрелу, чтобы перекрутить его обратно. Инженеры в контрольном центре опускают одну и стрелу ПТ. Платформа опускается еще ниже. Четыре угла платформы выравниваются с опорами корпуса. Они справились. Центральная часть проекта Индепенденс готова. Это поворотный момент для самого дерзкого глубоководного проекта в истории. Вскоре рабочая группа отбуксирует платформу в залив и соединит ее с обширной сетью скважин, труб и кабелей. Это драгоценный камень в короне самой глубоководной газовой сети в мире. Менее чем через год перерабатывающая платформа Индепенденс будет поставлять 28 миллионов кубических метров газа каждый день благодаря команде удивительных мегамашин. Обо что-то удариться это может повредить важные запоры, которые не выпускают газ наружу и не впускают воду внутрь. Экипаж подводит колонну к вершине скважинной трубы и начинает спуск. Но неожиданно она перестает опускаться. Застрявшая колонна может означать дорогостоящие простойки. Если мы будем менять эту сборку уйдет возможно 10-12 часов. Если мы начнем его закрепить я хочу его остановить. 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 Экипаж изучает колонну чтобы выяснить что пошло не так. Она не хочет двигаться. Они стараются осторожно ее покачать. и наконец она становится на место. проверочному оборудованию требуется два дня чтобы добраться до требуемого места. Два дня до того как рабочие смогут получить ответ на важнейший вопрос будет ли работать скважина пробуренная на самый большой на сегодняшний день глубине. глубоководный миллениум стоит над газовой скважиной в Мексиканском заливе. После нескольких неудач и задержек экипаж получает знак которого все так ждали. Проверочное оборудование достигло скважины на глубине 2700 метров. Пришло время узнать сможет ли эта скважина работать для глубоководного проекта Independence. Одним прикосновением к компьютеру инженера открывают клапаны внутри скважины и газ начинает поступать. Экипаж внимательно наблюдает за каждым сенсором и клапаном. Проверка проходит успешно. Газ из скважины поступает свободно. В конце дня все дело упирается в то, чтобы все было сделано как надо. Если для этого и для того, чтобы все было в порядке требуется поработать еще немного больше, то это самое главное и будет сделано. Миллениум успешно пробурил и запустил 15 скважин. Теперь проект Independence входит во вторую стадию. Необходимость проложить газопровод, который будет соединять каждую скважину с перерабатывающей платформой. Для этого обширную сеть труб выкладывают прямо на дно. Теперь за работу принимается следующая мегамашина, Лореллея, профессионал в прокладке трубопроводов. 180 метров в длину он больше, чем памятник Вашингтону. Массивное оборудование для производства труб занимает почти две трети ее корпуса от кормы. Стингер сходни для спуска трубопровода. 61 метр в длину опускает трубопровод на морское дно. Создание сети трубопровода все равно, что прокладка канализационной системы в городе, но почти в трех километрах под поверхностью океана. Основная сложность для Лореллеи заключается в том, чтобы проложить трубопровод на заранее подготовленные места. Отклонение даже в несколько сантиметров создаст огромный запутанный клубок стали. Ветер, течение и беспрецедентные глубины делают эту задачу еще более сложной. У Лореллеи всего несколько месяцев, чтобы завершить строительство трубопровода до того, как будет доставлена газоперерабатывающая платформа. А ведь лето самое время для ураганов. Под палубами корабля огромный трюм, где хранятся почти 10 тысяч килограммов стальных труб. Трубы нельзя сваривать на дне океана, поэтому это происходит здесь при помощи высокотехнологичного сборочного процесса сварочной линии, на которой газопроводные трубы свариваются у траншеи для спуска их секциями на дно. Огромные подъемники поднимают 12-метровые секции из трюма и укладывают их на сварочную линию. Трубы, которые вы видите, образуют единый трубопровод 72 километров в длину. Семь сварочных станций работают одновременно, на каждой из них к сварочному шву прибавляется новый слой, в результате чего соединения получаются исключительно прочными. Так что каждый сварочный шов внимательно изучают, прежде чем трубопровод спустится с кормы Лорелеи в стингер, откуда он направляется на морское дно. Удивительно, но даже стальная труба со стенками толщиной более 2 сантиметров гнется, как поливочный шланг под собственным весом. 3600 метров труб опускается с корабля до морского дна, как гигантская дуга. Лорелея будет работать 24 часа в сутки, чтобы выкладывать каждый день до 4 километров трубопровода, что делает его одним из самых быстрых трубопрокладных судов в мире. Скважины готовы, трубопровод строится, и наступает время для третьей стадии проекта Инденпенденс. Прокладки кабелей, которые будут контролировать поток газа из каждой скважины. Это задача для Тойса Персея, одного из немногих судов, которые способны установить кабели на подводной глубине. На его огромных катушках могут храниться километры толстых кабелей. Его кормовая палуба больше, чем 3 баскетбольных площадки. Это не случайно. Именно здесь хранятся гигантские кабельные соединители. Экипаж помещает соединитель рядом с каждой скважиной и затем протягивает кабель вдоль трубопровода по всей его длине до перерабатывающего центра. Эти кабели неотъемлемая часть сети трубопровода. Открывая и закрывая клапаны скважин с помощью электричества и гидравлической силы, они дадут инженерам перерабатывающей платформы возможность контролировать поток газа от них. Первый шаг осторожно спустить кабель из трюма. Под палубой на этой массивной катушке самый длинный контрольный кабель проекта. 21 километра в длину и весом около 1100 тонн. Примерно столько же весят 700 автомобилей. Конец кабеля заправлен в изогнутый направитель, чтобы хрупкие внутренние элементы не перепутались. Это сложный процесс, для которого требуется подвесить кабель между двумя кранами. Когда кабель наконец закреплен, его опускают на палубу. Экипаж прикрепляет стыковочный штырь к его концу. Теперь они должны закрепить штырь к соединителю, который уже установлен на морском дне. Это как воткнуть штепсель в розетку. Правда провод в длину почти три километра. Два огромных натяжных устройства сжимаются на кабелях. Их мощные зажимы держат весь вес кабеля, когда он опускается вниз. Метким выстрелом через отверстие в середине корабля на 2700 метров вниз. здесь начинается самое сложное. Нужно воткнуть штырь в розетку размером с ковш. Как только кабель оказывается в воде, вернуть его назад нельзя. после четырехчасового путешествия наступает момент истины. Кабель опущен на дно в трех метрах от соединителя. Аппараты дистанционного управления подводные глаза и руки инженеров. Их спускают с корабля в начале каждой подводной операции. Без них инженеры не смогли бы подсоединить контрольный кабель. Экипаж направляет Тойса Персей из стороны в сторону и штепсель глубоко внизу раскачивается пододвигаясь ближе к металлической конструкции. Если они столкнутся и повредят штепсель, этот кабель стоимостью во много миллионов долларов окажется ничем иным как мусором на дне моря. Для экипажа Тойса Персей это напряженный момент. Успех всего проекта зависит от того, смогут ли они установить контрольные кабели вдоль подводной сети. Но у них возникли сложности при стыковке одного из контрольных кабелей с соединителем. Вставить стыковочный штырь на конце кабеля в маленькую розетку соединителя очень непросто. Это то же, что идеально забросить мяч в корзину с самолета, который летит на высоте почти 3 километра. Ветер и течение постоянно сносят Персей с занятого положения. В столь глубоких водах корабли не могут встать на якорь. Для Персея и всей команды мегамашин единственная методика, которая дает им столь важную способность оставаться точно над целью динамическое позиционирование. Компьютеры замеряют каждый фактор, влияющий на положение корабля, и контролируют двигатели, чтобы корабль зависал над одной точкой, двигался вперед и назад или даже из стороны в сторону. Все надежды экипажа на мостике Персея на дистанционно управляемый аппарат, который должен направить стыковочный штырь к цели. Они рядом. Дистанционное управление подталкивает стыковочный штырь к нужной позиции. И вот он на месте, но что-то не так. Штырь не входит в паз. Он сошел с требуемого положения, и дистанционное управление никак не может вернуть его обратно. Без идеального стыка этот кабель будет бесполезен. Рабочие применяют умную стратегию. Они прокладывают новый курс для корабля, и Персей вращаясь крутит трос. Стыковочный штырь вращается вокруг своей оси. План срабатывает, штырь наконец входит в паз. Теперь, когда самая сложная часть задачи выполнена, Персей может прокладывать километры кабеля, который будет контролировать поток газа из скважины. Мегамашины выполнили три из пяти основных частей проекта Индепенденс. Они проверили 15 скважин, проложили 338 километров труб, чтобы доставить газ к перерабатывающей платформе, и установили контрольные кабели по всей сети. Остается одна важная стадия строительства гигантского трубопровода, который доставит газ на берег. Почти 20 тысяч труп и месяцы работы потребуются для того, чтобы собрать 217-километровый трубопровод проекта Индепенденс. И только один корабль в мире способен сделать это. Олсис Солитейр. Он должен проложить трубопровод до того, как перерабатывающий центр будет готов закачивать газ. Лишь совсем немного кораблей в мире смогли бы взяться за это дело, но Солитейр не просто обычный корабль. Это крупнейшее трубоукладочное судно на земле. Его длина 365 метров, так что Эйфелева башня могла бы с легкостью лечь на ее палубу. По всей протяженности корабля идет сварочно-сборочный конвейер, а над кормой высится огромный стингер, который направляет трубы с корабля до морского дна. Как и Лорелее, еще одно трубоукладочное судно, задействованное в проекте Солитейр, строит трубопровод непрерывно, сваривая трубы в своем корпусе. На дно опускается уже готовый газопровод. Но в отличие от Лорелее, он делает это на гораздо большем уровне. В шести огромных трюмах Солитейра хранятся более 21 тонн труб. Это больше, чем вес 120 авиалайнеров-гигантов. Но даже такого количества труб надолго не хватает. Солитейр может прокладывать в день 6 километров трубопроводы. Огромные баржи постоянно подвозят к нему новые трубы, чтобы этот мега-трубоукладчик действовал без остановки. И здесь в действие вступают корабельные краны. Они специально предназначены для быстрой работы. У большинства кранов одна длинная стрела, а у этих громадин их две, что придает им удивительную точность и скорость. Чтобы завершить проект в срок, Солитейр должен строить и прокладывать газопровод очень быстро. Все это происходит здесь, на сварочной линии, где экипаж корабля превращает отдельные трубы в один цельный трубопровод, длиною в 217 километров. Здесь свариваются 12-метровые 6-тонные трубы. Это секретное оружие Солитейра. Чтобы закончить трубопровод, потребуется более 21 тысячи сварок. Когда каждая станция завершает работу, звенит звонок, и кажется, что труба выдвигается из кормы корабля и опускается в море. Но на самом деле происходит не так. километры трубы на морском дне напрямую соединены с кораблем, как громадный якорь. Огромные натяжные механизмы сжимают трубу, чтобы удержать ее или отпустить. Когда кажется, что труба идет через сварочную линию, а затем в море, на самом деле этот корабль продвигается вперед на новом трубопроводе, который растет в его корпусе. Солитейр работает круглые сутки, чтобы завершить трубопровод в срок. Это самая большая глубина, на которую он прокладывал трубы. Но главная сложность еще впереди. Нужно установить массивный тройник-соединитель, с помощью которого можно будет соединять будущие трубопроводы с трубопроводом Индепенденс. Приваривать этот большой похожий на кран тройник к трубопроводу не должно быть сложно. Трудность заключается в том, чтобы пропустить эту громоздкую конструкцию через конвейер, предназначенный для труб. У экипажа есть рискованный план. В двухстах семнадцати километрах от побережья Техаса работа входит в завершающую стадию. Центр проекта Индепенденс почти готов. Эта гигантская плавучая платформа будет перерабатывать весь газ, выступающий из пятнадцати скважин, и посылать его на 217 километров к берегу по трубопроводу Индепенденс. Скоро эта мега конструкция будет отбуксирована на газовое месторождение, но сперва нужно ее достроить. Центральная часть состоит из двух половин. Верхней перерабатывающей платформы и нижней корпуса, который позволяет центральной части держаться на плаву. Массивная платформа будет обрабатывать 28 миллионов кубических метров природного газа каждый день. Достаточно, чтобы обеспечить газом и теплом кухни и дома пяти миллионов американских семей. когда она будет завершена, то станет сердцем крупнейшего газоперерабатывающего проекта в Мексиканском заливе и самой глубоко заякоренной платформой в мире. Но сперва рабочим нужно соединить верхнюю и нижнюю часть. К берегу подходит еще одна мега-машина Mighty Servant. На ней массивный плавучий корпус сооружение с четырьмя опорами, на которые ляжет платформа. Mighty Servant доставил корпус из Сингапура, где он был собран. Это было удивительное путешествие длиною в 16 тысяч километров. Теперь ему нужно разгрузиться и происходит это очень необычным способом. Огромные балластные цистерны внутри судна медленно заполнятся водой и корабль окажется на два яруса ниже под водой. Затем буксиры высвободят корпус. Это простое, но опасное дело. И корабль, и груз с легкостью могут потерять устойчивость. А огромные вышки корпуса могут поймать ветер, как паруса. при сильном ветре корпус может раскачиваться, круша все на своем пути. Условия должны быть идеальны, но сегодня у матери природы другие планы. В мексиканском заливе Солитейр готов взяться за важнейшую часть проекта Индепенденс. Судно уже проложило многие километры трубопровода Индепенденс, которые должен доставлять обработанный газ на берег. Теперь ему необходимо подключить массивный тройник, чтобы к трубопроводу можно было подключить новые ответвления. Сперва экипаж должен приварить тройник к трубопроводу, но здесь возникает проблема. Соединение между трубопроводом и тройником должно быть выровнено идеально, но инструмент, которым выравнивали соединение, застрял в тройнике, застопорив весь проект. Пока все остальные рабочие этой огромной фабрики ждут, инженеры прилагают все старания, чтобы высвободить выравнивающий инструмент. Цепная талия рабочие справляются с задачей. Солитейр снова в деле, и тройник проходит по сварочной линии. И вот теперь операция становится опасной. Когда трубопровод выходит из корпуса солитейра, его вес приходится на три мощных зажима натяжных механизмов. Они сдерживают огромную тяжесть почти трех километров трубопровода, который висит между кораблем и морским дном. Но для того, чтобы прошел гигантский тройник, зажимы нужно открывать по очереди. И весь вес трубопровода 590 тонн будет перенесен только на два зажима. Если хоть один из них не выдержит, десятки метров труб оторвутся от корабля и рухнут на дно. Солитейр начинает проводить тройник через сварочную линию. открывается первый из трех зажимов. Все взгляды прикованы к движущемуся переходнику. Два других зажима дрожат от нагрузки, но держатся. еще дважды открываются зажимы и вся нагрузка падает на два других. Наконец тройник минует их и продолжает опускаться на морское дно. Это серьезный успех для Солитейра, который на шаг приближает его к завершению трубопровода в срок. А на побережье Техаса рабочие должны соединить огромную газоперерабатывающую платформу и корпус, на котором она будет держаться. Но сперва нужно снять корпус корабля Mighty Servant 3. Этот корабль, способный перевозить мегагрузы, разгружается затоплением. Груз остается плавать на поверхности. Из-за сильного ветра, который дует последние несколько часов, корпус передвигать слишком опасно. Наконец, ветер утихает. Теперь начинается сложная операция по затоплению Mighty Servant 3. Массивные вышки, как огромные паруса, каждый раз, когда дует ветер, громадное сооружение натягивает причальные концы с силой в несколько тонн. на мостике. капитан Mighty Servant внимательно наблюдает за затоплением балластных цистерн. Следующие 10 часов его корабль будет медленно тонуть в гавани. Наконец, после кругосветного гаванина. Это армия невероятных машин. Буровая установка, которая бурит километровые скважины под водой, корабль, который укладывает трубопровод на океанском дне и огромная платформа для переработки газа, выстроенная для работы в штормовых условиях Мексиканского залива. Все они часть дерзкого плана создания системы скважин для добычи природного газа и трубопроводов на самой большой глубине в истории. Два километра семьсот метров вниз. А сезон ураганов все все ближе. Для этой группы мегамашин это горячее время. Мексиканский залив. Глубоко под этими водами кроется одно из самых богатых месторождений природного газа в мире. И теперь в жизнь притворяется дерзкий план по добыче этой энергии из-под земли. Это проект Independence. Цель бурения скважины и прокладка трубопровода, который доставит природный газ к центральной перерабатывающей платформе и далее на берег, где он будет продаваться. сети трубопроводов переправляющей природный газ существуют уже давно. Но ни разу их не прокладывали под водой на такой глубине. Многие годы тысячи подводных скважин действуют в неглубоких водах Мексиканского залива. Они поставляют 20% природного газа для кухонь и обогрева домов в США. Но спрос продолжает расти, а скважины залива уже работают на полную мощность. Энергетические компании давно знают, что в глубинах залива хранятся запасы газа. Но технологии, которые бы позволили вести бурение вне континентального шельфа на глубине 2700 метров не существовало до сих пор. Это самое дерзкое на сегодняшний день предприятие в гонке по добыче большего объема энергии из морских глубин. Группа Мегамашин работает на пределе несколько месяцев, выстраивая глубоководную сеть газопровода. Перед ней стоит пять основных задач. Необходимо прорубить 15 скважин через более чем 3 километра воды и 4 километра морского дна на газовом месторождении площадью в 46 квадратных километров. Проложить трубопровод, соединяющий каждую скважину с центральной перерабатывающей платформой. Установить вдоль него кабели, чтобы инженеры на платформе могли контролировать поток газа из каждой скважины. Вбить массивные сваи, чтобы заякорить центральную платформу на океанском дне. И, наконец, установить их. перерабатывающая платформа строится здесь, в Инглсайде, штат Техас. Установленная в открытом океане, она станет центром сети, где будет очищаться природный газ и откуда он будет посылаться на берег. Но вначале газопроводную сеть нужно построить. На сцене появляются мега-машины. Deepwater Millennium берется за первую задачу бурения скважин. Затем Loreley построит сеть трубопровода, соединяющую скважины с центральной платформой. Той Саперсей проложит кабели вдоль него. И только одно судно способно справиться со следующим заданием строительством гигантского трубопровода, ведущего к берегу Solitaire. Установка огромных свай работа для Болдера. В это время другая группа мега-машин строит массивную газоперерабатывающую платформу. ее площадь равна площади городского квартала. Для того, чтобы перевести ее на место работы, над газовыми месторождениями в заливе, ее нужно прикрепить к этому огромному корпусу с четырьмя опорами, которые движутся к заливу на удивительном корабле Mighty Servant. Гигантская платформа одна из самых тяжелых когда-либо поднимаемых вещей. Это работа для похожего на кран подъемника тяжести. Чтобы установить и запустить газопроводную сеть, каждая из этих машин должна идеально исполнить свою задачу. Но мать природа может разрушить даже самые совершенные влаги. Мексиканский залив печально знаменит своими мощными штормами, а лето пик сезона ураганов. В 2005 году семь крупных штормов побили рекорд худшего и самого разрушительного сезона на памяти людей. Этот год может оказаться еще хуже. Первая задача поднять газ из скважины. Несколько месяцев назад Дипотер Миллениум пробурил необходимые скважины. Бурильная труба опустилась на 2700 метров до морского дна и углубилась в землю. Затем ей пришлось просверлить еще 5 километров, чтобы достигнуть газового кармана. 8 километров под поверхностью воды это просто невероятно. Теперь Дипотер Миллениум должен ответить на вопрос стоимостью в 2 миллиарда долларов. Сможет ли по этим скважинам подняться достаточно газа, чтобы окупить их бурение? Чтобы проверить поток газа, с корабля должны осторожно спустить на дно скважины эту колонну клапанов и датчиков. Миллениум идеально подходит для этой работы. Это буровое судно. 221 метр в длину оно тянется длиннее чем два футбольных поля. Огромная башня на ее палубе Дарик Кран поднимет эту колонну и опустит воду сквозь отверстие посреди корабля. Колонна опустится в скважину по этой трубе почти 3 километра стали, которая тянется с поверхности до самого верха скважины. Как только пробное оборудование установлено в скважине, инженеры на корабле смогут определить насколько свободно течет природный газ. Рабочие миллениума готовятся опустить проверочную колонну в трубу скважины. Это очень тонкая работа. Если колонна путешествия из Сингапура корпус на плаву. приходит время для невероятнейшего подъема. Газоперерабатывающая платформа равна по площади городскому кварталу и весит свыше 8000 тонн. Рабочие должны поднять ее в воздух на 60 метров и опустить точно на опорные колонны корпуса. Это все равно, что поднимать 150-метровый боевой корабль. С этой работой способна справиться лишь одна машина. Это устройство для подъема тяжести или УПТ. Это одно из крупнейших подобных устройств в мире. Сперва необходимо передвинуть верхнюю часть по трилевочному пути на эту баржу. Для этого потребуются две огромные лебедки и немного смазки. Эти люди в белых халатах носят смазку на поверхность трилевочного пути с тефлоновым покрытием. Мы называем ее тыквенным воском. Она цветом похожа на тыкву. Но она липкая и моя жена говорит, что каждый раз, когда я прохожу мимо этой смазки, она приклеивается ко мне. Лебедки вращаются и семиэтажная платформа начинает двигаться. У края воды процесс становится сложнее. вода в балластных цистернах баржа должна быть тщательно подготовлена к тому, чтобы принять такой вес. Через восемь часов платформа наконец оказывается на барже. буксиры тянут платформу на место под УПТ и рабочие прикрепляют огромные АО-образные опоры, чтобы поднять их. Но снова начинается сильный ветер. В таких условиях установить корпус под платформой будет почти невозможно. при установке мы имеем право на отклонение всего в 7 с небольшим сантиметров, так что корпус должен находиться в идеальной позиции. Работу приходится приостановить, но это не будет помехой для еще одной мега-машины. В заливе ведется подготовка к установке центральной части. для того, чтобы удерживать на месте эту огромную платформу в штормовых водах Мексиканского залива потребуются сверхмощные якоря и особый корабль, который их установит. Познакомьтесь с Болдером. Колонны его, похожего на понтон корпуса, делают корабль невероятно устойчивым, что исключительно важно для подъема огромных якорей, которые закрепят центральную часть на морском дне. Из-за своей огромной открытой палубы он больше похож на платформу, чем на корабль. Если Болдер плохо установит якоря, то платформа Индепенденс может оторваться и уплыть. Именно это произошло с этой платформой. Сандер Хорс была крупнейшей платформой в Мексиканском заливе, пока ураган Деннис не сорвал ее с якорей. Чтобы этого не произошло, с центральной перерабатывающей частью проекта Индепенденс инженеры устанавливают 12 постоянных якорей, так называемых всасывающих свай. 4-х километровый кабель соединит каждую сваю с плавучей центральной частью проекта. Главная задача для Болдера установить каждую сваю точно в нужное место и на нужный уровень на глубине почти 3 километра. Если все получится, то это будут сваи, установленные на самой большой глубине из всех. Для того, чтобы переместить их, Болдеру понадобятся его краны. Одни из самых мощных плавучих кранов в мире. Вместе они могут поднять 63 тонны. Но дело не только в грубой силе. Здесь не менее важна точность. Семь двигателей Болдера помогают удерживать корабль точно над целью. А это главная задача, особенно когда вы устанавливаете настолько большие сваи. Каждый из них весит более 180 тонн. Каждые 26 метров в длину и 5 метров в диаметре. Для того, чтобы закрепить их, требуется идеально скоординированная работа кранов, двигателей лебедок, дистанционного управления и рабочих на палубе. Баржи доставляют сваи на корабль. Краны поднимают их на борт и укладывают очень осторожно. Рабочие прикрепляют канаты и цепи для подъема. Он ищет микроскопические трещины на поверхности оснастки, которые могут вырасти до критических размеров, когда начнутся перегрузки при подъеме. Если это произойдет, оснастка может переломиться и у нас будет настоящая катастрофа. Два крана поднимают сваю, чтобы поставить ее вертикально. все проходит идеально и свая опускается за борт Болдера. На мостике рабочие следят за каждым движением. Если Болдер не будет стоять ровно или начнет качаться, огромная свая может превратиться в ядро для сноса домов, которое вломится в палубу или пробьет дыру в корабле. Когда за одним из бортов корабля висит такая тяжесть, можно подумать, что он перевернется. Но на мостике рабочие контролируют балластные цистерны в корпусе Болдера, чтобы уравнять вес. Сваи опускаются в море. Затем в облаке выходящего воздуха она начинает свой четырехчасовой и трехкилометровый путь в глубины. огромный якорь нужно установить впритык к бую, установленному на дне океана и установить подверным углом. к бую,